К вечной теме в эти майские каникулы обратился вице-премьер регионального правительства Батыр Имеев. Утром в час пика он вышел на остановку, чтобы на себе почувствовать все проблемы, с которыми обычные пассажиры сталкиваются каждый день. Вечером того же дня на гоняй получили перевозчики. Сразу оговорюсь, что муниципальный гор электротранс работает на пределе возможностей. А вот частники что-то подрасслабились. Объясню, муниципальные автобусы и троллейбусы начинают работать раньше всех, а заканчивают позже всех. Да, не все хорошо с интервалами, не хватает даже не столько техники, сколько людей. На этом фоне маршрутки ведут себя вообще бессовестно. Микроавтобусы на маршрутах только в выгодное время, когда салон можно забить людьми, что называется, в мясо. А вот когда на город опускается ночь, они исчезают, хотя нечистая сила должна тьму вроде как любить. Грехи за собой частники явно чувствуют, иначе почему бы один из таких перевозчиков, Вячеслав Кимишов, стал бы кидаться на камеру 10 канала. Людмила Кусера в ее репортаже с городских остановок. Прошло больше недели с того момента, как Батыр Имеев чуть ли не силой заставил перевозчиков решить проблему с общественным транспортом. Что-то изменилось? По мне так все так же плохо. И каждое утро в 8 утра невозможно уехать. Троллейбусы переполнены, кондуктора нет, уже второй день. Я вообще не представляю, как водитель справляется. Я не заметила, что стало лучше. Ну вот газели стали часто ездить, социальные. Вот что нас интересует. Общественный транспорт в Саранске находится в плачевном состоянии. Это факт. Утром 6 мая в жесткий пассажирский мир погрузился Батыр Имеев. Вице-премьер правительства Мордовии в час пик замерз на остановке. Еле втиснулся в автобус. Чуть не задохнулся в переполненном салоне. И даже умудрился выжить после разговоров с льготниками. Но так и не понял, в чем причина коллапса. Неужели мы не можем там добавить по два автобуса? Это сложно. Это и к вам, Борис Владимирович. У вас сейчас выйдет 15 дополнительных автобусов, то, что вот с гарантийного. Давайте на них надо вытаскивать водителей, просить, умолять. Вы сможете это сделать, перераспределить, нагрузку добавить по две, по три машины? Ну там что там маршрута? Там 17 или там 8, еще какой-то. Ну химаш точно надо усилять. В общем, начали разбираться. И выяснилось, что газелей в Саранске в два раза больше, чем транспорта у гор электротранса. Плюс частные пазики. При таком раскладе всего бы должно хватать, но не тут-то было. Микроавтобусы. Сами себе хозяева с ними. Трудно договориться. Ну мы с вами сколько раз уже разговаривали, наверное. Ну а сейчас-то самое. Что с собой? Сейчас ничего. Давайте. Пошел. Вячеслав Кемешов не желает комментировать работу газелистов. Видимо, сказать нечего. Выходит в час пик и дальше трава не расти. А ведь мог бы, как начальник, газелик давно навести порядок в работе микроавтобусов. Валентин Копылов и его подчинение в основном пазики. После разбора полетов пообещал пересмотреть график их движений. Жалоб по нашим маршрутам практически нет. Очень строго соблюдаем. Если мы ездили утром там через 10 минут, то сейчас мы ездим через 8-6 минут. То есть перейдянули график для того, чтобы усилить транспорт там утром и вечером. Вечером работаем до 10 часов, до 22 часов. А днем? Днем график меняется. Делается маленько через 10 минут. Понятно, что моментально решить все транспортные проблемы в Саранске нереально. Они копились годами. А экстренные меры могут быть только временными. Директор ГУР электротранса предлагает в будущем, во-первых, ввести систему единого проездного билета. Когда пассажир, даже если едет с пересадкой, будет платить один раз. Во-вторых, еще раз приглашает на работу водителей. А пока как-нибудь. Будем исходить теми силами, будем перерабатывать. Сегодня прозвучала неплохая идея. Вы слышали ее. Часть сотрудников, которые имеют удостоверение, буду просто просить, чтобы они садились за управление. Ну, надо решать этот вопрос. И самое главное, нам надо более усиленно заниматься поиском, подбором персонала где-то на стороне. Потому что в республике этих людей уже просто нет. И вот прошло 10 дней существенных изменений. Пассажиры, признаются, не заметили. А тут еще новость. Со следующей недели проезд в маршрутках подорожает до 35 рублей. И это официально подтвердила городская администрация. Добрый день, уважаемые жители города Саранск. В администрацию городского округа Саранск поступили уведомления от частных переводчиков о том, что планируется повышение стоимости проезда на некоторых маршрутах. Итак, по автобусным маршрутам 15-39 проезд будет составлять 35 рублей с 21 мая. По маршруту 16 с 22 мая. По автобусным маршрутам 40 и 45 с 23 мая. По маршруту 44 с 24 мая. По маршруту 37 с 25 мая. По маршруту 32 с 26 мая. Вот и получается, что проблема с общественным транспортом так и не решена. А частникам все равно. Чиновники, конечно, надеются, что по новым ценам газельки ездить будут лучше, а водители к работе начнут относиться ответственнее. Но пассажирам в такое чудо верится с трудом. Ну, а что я могу сказать? Это неудивительно для нас вообще. Чему удивляться? Только бы, лишь бы все для народа. А вот муниципальные троллейбусы и автобусы стоимость проезда пока не повышают. Вряд ли у них запчасти дешевле, чем участников. Просто совести и социальной ответственности больше. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Программа «В центре внимания». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!